Девушки отдыхают Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным. Так говорил Гетте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палаццо и, конечно, богатая история. Приготовьтесь, наше приключение по северу Италии начинается! Сегодня в программе. Хочу обратить внимание на Туринский собор. Там, где, как утверждают многие историки, находится та самая знаменитая плащаница Иисуса Христа. Я предлагаю пройти внутрь. Пойдемте ознакомимся. Передо мной ворота Порто-Палотино. Именно отсюда, по указу императора Августа, началось строительство этого замечательного города. Миллионы людей проходили через эти ворота. В одной из башен отбывал свое заключение Понти Пилат. Это неизвестная Италия, и о ней очень много фактов. А ведь я могу с радостью остаться здесь, работать с этими великолепными профессионалами своего дела, а и быть поваром. Бонатитто! Первая столица Объединенной Италии. Город мечта. Город легенда. Его часто называют столицей европейского барокко, столицей Альп, автомобильной столицей Италии и колыбелью итальянской независимости. Это все он, Турин. Почему, спросите вы, он привлекает к себе столько внимания туристов? Будем исследовать неизвестную Италию и начнем с истории этого города. Ла Мартин когда-то писал, не представляю себе город, столь же красивый, как Турин. И правда, Турин считается главным городом итальянского региона Пьемонт и совершенно не похож на остальную Италию. Он удивительно спокойный, сдержанный, не хаотичный. Его иногда даже называют самым французским из итальянских городов и самым итальянским из французских. Причиной тому – Савойская династия, правившая тут несколько веков. И то колоссальное влияние, которое она оказала на развитие региона и города в целом. Улицы, заложенные еще до нашей эры по велению императора Августа, выстроены в шахматном порядке, прямо и перпендикулярно, как в римском лагере, поэтому здесь практически невозможно заблудиться. Идя по городу, вы даже не заметите, что буквально все здания вокруг вас – дворцы 17-18 веков, настолько органично они влились в современный город. О блестящем прошлом королевского города напоминают резиденции Савойской династии, расположенной в исторической его части – Королевский дворец, Палаццо Мадама и Палаццо Кориньяни. Восполнив немалый урон, который нанесли городу Первая и Вторая мировые войны, Турин приобрел всемирную известность благодаря своей индустрии. Сейчас здесь сосредоточены ведущие промышленные отрасли – автомобильная, химическая, металлургическая, кондитерская и другие. Хочу обратить внимание на Туринский собор. Там, где, как утверждают многие историки, находится та самая знаменитая плащаница Иисуса Христа. Я предлагаю пройти внутрь. Пойдемте ознакомимся. Туринский собор И вот мы внутри действующего кафедрального собора. Именно сюда притягивают всех туристов с разных стран полотно – плащаница Иисуса Христа. И для вас, уважаемые телезрители, я хотел бы ее показать. Пройдемте со мной. Кстати, здесь нужно соблюдать правила поведения, нахождения и громко разговаривать нельзя. Пойдемте. 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 Настолько детально она запечатлела страдания Спасителя. Кроме того, плащаница несет на себе веские доказательства воскресения Христова. За всю историю плащаница несколько раз горела. Ее несколько раз варили в масле, стирали. Однако изображение оставалось. Это очень сокровенное место, где люди уединяются и молятся. Как вы обратили внимание, там есть молитва на разных языках мира, ну и на русском языке в том числе. Плащаница, туринская плащаница, Саван, где по преданию было найдено тело Иисуса Христа, его лик, облик и следы крови. Только что мы побывали, и я своими собственными глазами увидел туринскую плащаницу, у меня мурашки по телу. Да, эмоции переполняют меня в данную секунду. В 20 веке плащаница несколько раз выставлялась для публичного обозрения. Последние ее показы проводились в 1978, 1998 и 2000 годах. После выставки 1978 года был разрешен ограниченный доступ исследователей к плащанице. Тогда группа ученых, в основном из США, произвела первое всестороннее обследование реликвии. Был сделан вывод, что на плащанице изображена реальная фигура человека, подвергнутого избиению плетьми и распятию на кресте. Отмечалось, что пятна крови содержат гемоглобин. Для верующих в историческую подлинность плащаницы это стало мощным аргументом «за». Собор был построен еще в 15 веке и был посвящен Иоанну Крестителю, небесному покровителю города. Интересный факт, что плащаница Христова на сегодняшний день является собственностью Папы Римского. Однако, все-таки нет единого мнения по поводу туринской плащаницы и у представителей христианства. Католическая церковь официально не признала плащаницу в Турине подлинной, но и не опровергла этот возможный факт, ссылаясь на то, что туринская плащаница – яркое напоминание всем христианам о страстях Христовых. Православная церковь также не высказала свою официальную позицию по поводу подлинности плащаницы, но ряд церковных деятелей все-таки считают плащаницу Турина оригиналом. Благодаря особенному расположению мы можем подняться по лестнице Кафедрального собора на колокольню и посмотреть на знаменитые туринские кирпичные крыши с высоты птичьего полета. И вот мы с вами прошли практически половину пути, с самого низу до середины башни, 100 ступеней. Впереди меня ждет еще примерно столько же. На самом деле дух захватывает и хочется остаться, задержаться здесь на этом месте и питать весь этот антураж, который присутствует в башне. Но мы продолжаем далее. Следуйте за мной. Колокольня собора была завершена к 1470 году. В 20-е годы 18 века архитектор Филиппо Юваро создал новый венчающий элемент для довольно простой структуры 15-го столетия. Стоит преодолеть эти нелегкие 200 ступенек, но вид, который открывается с этой колокольни, просто великолепный. Вот это красота! Я преодолел все 200 ступеней, но это, друзья, того стоит. Старейший колокол. Я думаю, что ему не один век, если не больше. Прикоснусь к истории. Тяжелый какой. Думаю, что он еще и звонит. Давайте посмотрим, что же здесь открываются виды, что еще можно увидеть. Ну, вот, например, та самая знаменитая Порто-Палотина на русские палатинские ворота. Самые древние римские ворота, которые сохранились до наших дней, датированы первым веком до нашей эры. Пойдем посмотрим, что еще можно увидеть с высоты птичьего полета. Да, здесь действительно есть на что полюбоваться. Совсем рядом с Дуома возвышается купол капеллы-площаницы, создателем которого был легендарный Гуарина Гуарини. Позади него величественно взмывает ввысь шпиль Молли Антонелиана, бывшей Туринской синагоги, а ныне Национального музея кино. А вон те могучие гряды гор, подернутые легкой дымкой, хранят легенду знаменитого холма Суперго. Турин предстает перед нами во всем своем великолепии. Горделиво красуясь крышами домов, изящными улицами и портиками, и той особой атмосферой, которую можно ощутить только здесь. И все же просто так отсюда не уйти. Палацца Мадама, палацца Реали, означают реальные дворцы. Где находилась Савойская династия, это самый центр исторического Турина. И мы, дорогие уважаемые телезрители, обязательно откроем эти места для вас совсем скоро. Турин производит впечатление на каждого, кто его посещает. Этот крупный мегаполис, где бурлит жизнь, где древняя история тесно переплетается с современностью, и все вместе это создает удивительный портрет. Как в провинции, так и в самом Турине – обожество величайших сокровищ, памятников древности, архитектуры, которые хранят память прошлых столетий. И один из таких памятников – Порто-Палотино. Передо мной ворота Порто-Палотино. Именно отсюда, по указу императора Августа, началось строительство этого замечательного города. Миллионы людей проходили через эти ворота. В одной из башен отбывал свое заключение Понти Пилат. Это неизвестная Италия, и о ней очень много фактов. И я обязательно вас познакомлю. Ворота Порто-Палотино – античные городские ворота Турина. Во времена Римской империи через эти ворота осуществлялся северный проход в город. Название Порто-Палотино буквально означает «дворцовые ворота» от латинского «палаццо». Некогда рядом с воротами стоял дворец. Хотя некоторые источники указывают, что это был сенатский дом или здание городских властей. Ворота Порто-Палотино представляют собой типичный образец древнеримских ворот. Возведенные на квадратном основании, две угловые башни достигают более 30 метров в высоту и примечательны тем, что имеют 16 боковых граней. Центральный элемент ворот Интертурио имеет около 20 метров в длину и два ряда окон. Пара бронзовых статуй, изображающих императоров Августа и Юлия Цезаря, не оригинальные, а копии, сделанные во время реставрации 1934 года. В 2006 году началась реставрация археологической зоны, в ходе которой угловые башни Порто-Палотино стали доступны для посетителей. Громадные и величественные эти ворота возвышаются на этом месте, словно безмолвные свидетели древних времен, строго взирающих на всех вокруг. Благодаря тому, что итальянцы тщательно хранят свою историю, историю своего народа, сегодня мы имеем возможность быть свидетелями давно минувших событий, которые когда-то вершили ход истории. Ну а нам надо двигаться дальше. Впереди еще много всего интересного. Следуя нашим интересным маршрутам, вы, как и я, должны были задаться вопросом, а как же неизвестна Италия и без еды? Не волнуйтесь, эту вкусную часть мы оставили напоследок. Я нахожусь у самого знаменитого ресторана в центре Турино, Треголине, где я попробую национальную итальянскую кухню. Пойдемте. Сегодня нам посчастливилось заглянуть в одно уникальное место, история которого восходит еще к 18-му столетию. Треголине расположился в этом уголке Турино настолько давно, что никто не знает, берет ли он свое название с улицы или наоборот. Это был один из первых ресторанов в городе, а в некоторых романах 18 века упоминается гостиница под наименным названием. С 1991 года после реконструкции ресторан получил широкое признание от гастрономических критиков и общественности. Добрый вечер, сеньор. Добрый вечер. Мы открыты, сеньор. Да, я готов. Хорошо. Так, я прошу вас. Хорошо, я иду за вами. Да. Вот ваш столик. Прекрасно. Мне очень нравится. Сейчас мне дают меню, и я буду изучать, что же мне выбрать и какую еду попробовать. Ну, я думаю, это будет на распагетте. Может быть, пицца. Хотя я худею. Посмотрим. Итак, прошу ваше меню. О, это меню, спасибо. Знатоки итальянской кулинарии утверждают, что в ресторанах Турино можно попробовать особые виды пасты, равиоли, а местные повара готовят эти популярные блюда по интересным старинным рецептам. Они добавляют сложные сочетания специй, очень популярна тыква и разнообразные сорта сыра. Поварам Турино приписывают немало гениальных кулинарных открытий, в том числе ароматные хлебные палочки Грисини, которыми любил лакомиться сам Наполеон Бонапарт. Есть у города и свой неповторимый напиток – бичерин. Он представляет собой кофе с добавлением молока, сливок и шоколада. Смешивать ингредиенты необходимо в строго определенных пропорциях. Вот вам, как гласит одна шутливая поговорка, новая пицца для размышлений. Итальянцы очень любят посещать рестораны. Вот пока я сидел и думал над тем, какое блюдо себе заказать, уже практически половина ресторана заполнена. Пойду найду лука и закажу блюда. И самое интересное, попробую их приготовить вместе с шеф-поваром. Не знаю, получится ли у меня договориться или нет, узнаем прямо сейчас. О, Лука, я нашел вас. К вашим услугам. Я готов сделать заказ. Хочу мясо, а также традиционные равиоли. О, это отличный выбор. Да, отлично, я попробую мясо. Ищу десерт. Хотел бы шоколад с орехами. Но у меня есть вопрос. Могу ли я пройти на кухню и попробовать приготовить сам эти блюда вместе с шеф-поваром? Это можно? Да, конечно. Пожалуйста. Серьезно? Конечно. Почему же и нет? Друзья, представляете, вот так вот с легкостью можно попасть на кухню ресторана и попробовать приготовить все собственноручно вместе с поваром. Когда дело касается еды, тут итальянцам нет равных. Попробовать себя в роли шеф-повара лучшего знакомства с туринской кухней и не придумаешь. И вот я нахожусь, святая святых, на кухне ресторана. Буэнос-эрос, рогацы. Буэнос-эрос. Я вижу перед собой, по-моему, это сырое мясо. На вкус это говядина, если я не ошибаюсь. Это типичное национальное? Да, это типичное пьемонтское блюдо. Национальная, типичная еда северного пьемонта. Не знаю, что я буду сейчас готовить. Хорошо, я готов. Хорошо. Что я должен сделать вначале? Я должен, конечно, надеть фартук. Это правило нахождения на кухне. В первую очередь, чтобы не испачкать свой дешевой пиджак. Ну и, конечно, поварской чепчик. Я буду шеф-поваром или помощником, как минимум. Ну, чем я не похож на итальянца, на повара. Итак, приступим. Это соус. Это соус. Майонезный соус. Русский майонез. Угу. Хотите попробовать? Ну, не сказал бы, что это прям русский майонез. Это итальянский майонеза. На вкус даже очень приятный. Могу я попробовать? Конечно. Посерединке сделаю. Да. Прекрасно. Сразу видно. Это сделал русский повар, это сделал итальянский повар. Как вас зовут? Мануэль. Рад встрече. Я профессионал в кулинарии. Кукинг. Итак, что следующее? Вот так вот нагуляешься по историческим местам Пырина. Голодный, холодный. И пришел покушать тыква, майонез и сырое мясо. Не знаю, как отреагирует мой организм, надеюсь, хорошо. Выглядит аппетитно. Что может быть лучше хорошего стейка средней прожарки, золотистой корочкой из специй и сочной розовой серединкой? Как ни странно, только очень хорошее сырое мясо. Карне крудо – деликатесная итальянская антипаста, закуска, которая готовится из сырой телятины или молодой говядины. Родом из Пьемонта. Именно такое блюдо является коньком североитальянской кухни. Берется нежнейшая парная телятина или говядина и прокручивается на крупной решетке в фарш. Затем щедро сдабривается чесноком, солью, перцем и оливковым маслом. Подается с овощами и зеленью. Такое блюдо точно по достоинству оценят как гурманы, так и любители необычных вкусовых сочетаний и интересной подачи. И вот получилось настоящее произведение искусства. Итальянское произведение искусства. Я так понимаю, что я сейчас должен попробовать. Я должен попробовать – это типичное итальянское блюдо. Да. Вы могли бы? Попробуйте первым, а я сразу после вас. Но вы первые. Пробуйте. Окей. Хочу посмотреть, как правильно нужно кушать такое блюдо. Да, отлично. Сырое мясо. Я боюсь. Ну что же, ладно, с Богом, попробуем. А впредь, до этого момента я никогда не ел сырое мясо. Только готовил. Покупал, готовил на мангале. А сейчас буду есть. Говядина. Пес. Немножечко майонеза. И тыква. Тыква. Не смогу это сделать, как… Он просто съел мясо, я не могу. Это очень вкусно. Да. Это так. Мне нравится. До этого, вот когда я только появился здесь на кухне, и увидел сырое мясо, ну, не по себе, так, так, так. Это реально вкусно. Сырое мясо с тыквой и с майонезом. Во! Италия – это огромная коробка шоколадных конфет, которую можно съесть в один присест. Это абсолютно справедливо, когда речь идет о Турине. Ведь это самая настоящая итальянская столица шоколада. Настала и наша очередь отведать изысканный десерт. Какая же национальная типичная кухня без десерта. Итак, Мануэль. Итак, что же это? Это мусс. Ночола из орешков. Мусс джандуя. Мусс джандуя. Мусс джандуя. Это основа, окей. Это у нас, значит, джем, я так понимаю? Мармеладный. Мармеладный, окей. Инжир – это составляющая десерта. И какие-то цветочки. Да, какие-то цветочки. Видимо, это для украшения самого десерта. Окей. Тарелка. Так. Мусс из орешков. Напомню, как основа. Окей, окей. Окей. Мусс джандуя, да? Окей. Что следующее? Мармеладный джем. Ой, впервые готовлю такой десерт. И на блюдо. Немного. Вот сюда. Люблю сладкое, поэтому хочу себе максимально много джема. Попробовал за кадром его, очень вкусный. Хочу приобрести такую баночку мармелада себе домой. А теперь инжир. Какая-то тонкая работа. Ах, сочный итальянский инжир. Да, сюда, если желаете. Делаю себе авторское сладкое. Вокруг. Интересно, понравилось бы гости ресторана вот такой десерт, который готовлю я сейчас. Я это делаю впервые, мне это можно сделать по башку. Я попробую. Попробую сочный, вкусный инжир. Слушайте, хочу еще. Свежайший. Вот именно так, мне кажется, когда повара готовят, они могут с легкостью, сколько угодно, пробовать вставляющие ингредиенты. А теперь травы для украшения. Красиво. Если хочу, а я хочу, конечно... Это что у нас, какой цветок? Ферри? Италия. Ну, какой еще может быть? Это что? Алькекенжи. Алькекенжи. Да? Да. И... Это у нас... Типичный итальянский цветочек. Его называют таджетте. Таджетте. И немножечко... И немножечко таджетта. Да? Да. Как вам блюдо? Мне кажется, получилось ничем не хуже. Я это с радостью скушаю. Скушаю. Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает и жизни, чтобы забыть мгновение. Ужин в ресторане Треголина стал прекрасным завершением вечера. Традиции, красота природы, открытые сердца людей и их искренние улыбки. Италия щедро делится всем этим с каждым, кто желает вкусить Дольче Вита. Наше приключение по неизвестной Италии обязательно продолжится в следующей серии. Не пропустите. А ведь я могу с радостью остаться здесь, работать с очень великолепными профессионалами с собой дела и быть поваром. Бон аппетит! Бон аппетит! Бон аппетит! Бон аппетит! Бон аппетит! Продолжение следует...